Упоминание об этой болезни есть даже в Ветхом Завете. И во все времена врачи ломали голову, как же избавить своих пациентов от вздутых вен и болей в ногах. О древнейшем заболевании в ближайшие полчаса меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи, сосудистый хирург, флеболог, ангиохирург Андрей Шалашов, доктор больницы Середавина. Добро пожаловать. Добрый день. Я уже сказала, что мы говорим сегодня о древнейшем заболевании, и вот мы с доктором даже немного поспорили перед началом записи по поводу того, насколько люди сегодня информированы о том, что такое варикоз, стоит ли так уж подробно рассказывать, что это за болезнь. И поскольку вы, Андрей Геннадьевич, уверяете, что сегодня, да, информированы все, и об этом много пишут и говорят, то тогда скажите, пожалуйста, каковы основные признаки варикоза, хотя бы как человеку понять, когда ему нужно беспокоиться, и, собственно, что эти признаки в организме запускает? Ну, варикоз, скажем так, это заметная болезнь. Для того, чтобы понять, есть у тебя какие-то изменения или нет, достаточно просто посмотреть на ноги. Самые первые признаки – это наличие венозной сеточки, отеки чаще к вечеру, потом они могут увеличиваться, развиваться, потом появляются вены, выпирающие такие бугристые, потом могут даже появиться серьезные расстройства, обмена веществ в ногах, которые могут выражаться уже в коричневых пятнах, в уплотнениях, и потом появляется язва. Все это на виду, все это заметно, поэтому, как бы, сложности в диагностике, ну, даже для пациентов сложности в том, чтобы обратиться к врачу, в общем-то, никаких нет. А дальше уже вы обращаетесь к врачу, и врач уже определяет тактику лечения, назначает какие-то медикаменты, другие процедуры, ну, и, возможно, даже какие-то оперативные манипуляции. По поводу процессов, которые запускают все, все то, что к этому приводит, это все-таки вот болезнь сегодняшнего времени, это из-за того, что мы постоянно сидим, или люди некоторых профессий, наоборот, постоянно на ногах, что приводит-то к этому? Ну, когда вот еще в свое время я учился в институте, нам на лекции говорили, что варикоз – это расплата человека за прямохождение. То есть это… Как и болезнь позвоночника. Да, совершенно верно. То есть это было давно, это было всегда. Просто сейчас технологический уровень медицины, он настолько высоко поднялся, что сейчас, скажем, лечение вот именно варикозной болезни, венозная недостаточность, это, ну, не составляет каких-то больших технологических проблем. Бывают, конечно, отдельные случаи запущенности, бывают, ну, какие-то анатомические особенности, тогда действительно могут быть сложности в лечении. Ну, а в целом, в общем-то, это достаточно хорошо излечиваемая болезнь. Если вы немного опоздали к началу, напомню, что сегодня в нашей студии флеболог, ангиохирург Андрей Шалашов, доктор больницы Середавиной, мы говорим про варикозную болезнь. И, Андрей Геннадьевич, а ведь вены есть же не только на ногах. Почему, говоря про варикоз, мы все время упоминаем ноги, а оно в другом месте не может быть варикоза? Может, может. Просто ноги – это, скажем так, самое заметное место. Довольно часто, особенно у женщин, бывает варикоз малого таза. На руках и шее, например, да, венозная недостаточность случается после каких-то, ну, серьезных, там, например, тромбозов, там, или еще каких-то вот таких вот событий. Вот. Но, к счастью, это бывает относительно редко. Вот. Скажем, верхняя часть тела, она хорошо компенсируется, а ноги, ну, поскольку они находятся ниже пояса, мы все время на них стоим, ходим и так далее. Поэтому, вот, как раз это то место, которое наиболее страдает от варикоза. Вот вы говорите, что это расплата за наше прямохождение. Тогда получается, что наследственность – это вообще не из-за этой истории? Из-за этой. Мы вот специально опрашиваем наших пациентов, которые к нам приходят. И, буквально, по-моему, в конце прошлого года или летом прошлого года у нас уже накопилась достаточно большая база. Мы проанализировали, значит, ну, задаем один и тот же вопрос. Есть ли варикоз у родственников? Примерно где-то в процентах 30, может быть, больше. Неважно, там, мужчина или женщина отмечает, что варикоз или та или иная степень венозной недостаточности были у мамы, бабушки. Реже по мужской линии это передается. Но все-таки иногда бывает. Не забывайте, что к нам в студию можно позвонить. 202-11-22. Сегодня мы говорим о варикозе с хирургом больницы Середовина Андреем Шалашовым. Ну, тогда кого поражает эта болезнь? Здесь, в принципе, можно ответить так. Если рассматривать молодой возраст, скажем, до 40 лет, то чаще всего этим страдают, конечно, женщины. В силу того, что у них определенный набор гормонов, они рожают, беременность. То есть чаще всего вот это случается после таких событий. Если рассматривать возраст, скажем, после 70 лет, то практически у 80% людей есть та или иная степень венозной недостаточности. То есть молодые страдают женщины чаще, а потом все как бы это выравнивается. А вот эта шутка флебологов, я ее слышала по поводу того, что вы обязательно доживете до своей варикозной болезни, если раньше не умрете от чего-то другого. Ну, наверное, все-таки это шутка. Потому что, если все делать правильно, то, в принципе, каких-то серьезных проблем варикозной болезни не будет доставлять. Ну, я думаю, о профилактике мы еще с вами поговорим сегодня. Давайте пока сейчас послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вот можно задать? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот моя знакомая сделала операцию. Ой, у нас пропал звук звонка. Алло. Да-да-да, теперь слышим. Знакомая у меня делала операцию на вены. И через какое-то время вены снова все вышли. Вот прямо на поверхности их видно, они выделяются. Какой смысл тогда оперировать? Спасибо за вопрос. Да, вопрос очень частый. Слышали такой вопрос уже? Это очень частый вопрос. И, скажем так, люди достаточно часто откладывают вмешательств на вены. Вот мотивируют именно этим. Зачем оперировать, если потом все будет? Но, глядите, здесь на самом деле все достаточно просто. Вот, а зачем убираться в квартире, если пыль все равно ляжет? Зачем стирать одежду, если она все равно испачкается? Зачем чистить зубы и так далее? Все равно все это будет возвращаться как бы к исходному состоянию. Вот, но дело в том, что рецидив варикозной болезни случается. Но лучше вот лечить на ранних стадиях, потому что если варикозная болезнь потом вернется, то это будет когда-то в более поздние сроки. Это будет в более легкой форме. Слово «если ключевое», да, и не обязательно она вернется? Нет, вовсе не обязательно. Я могу сказать, вот по нашим пациентам, которые вот у нас лечились, как бы к нам приходят с повторными признаками варикозной болезни, вот уже за, там, больше чем 10 лет, к нам пришло, наверное, вот из 2000 проличных пациентов, может быть, человек 50, меньше сотни. А через какое время это может случиться? Ну, может быть, минимальное? Вы знаете, я думаю, что этот вопрос неправильный, вот минимальный. Вот он может вообще не... Сколько можно пожить до следующей операции? Он никогда не случится. Может быть, он никогда не случится. Опять же, все зависит от того, насколько изменена анатомия, да, и насколько правильно после операции проводится профилактика. Ведь когда вы приходите к врачу, мы сделали какие-то действия. Мы вот сделали, вот вы от нас уходите, все, у вас там признаков фенознедостаточности нет. Но ведь то, что есть у вас в генах, оно не изменилось никаким образом. После этого люди видят, что да, все хорошо, и как бы те рекомендации, которые мы даем при уходе пациента, они как бы забываются, не соблюдаются. И, естественно, что с возрастом, опять же, вот когда я говорил, что с возрастом проявляется варикозная болезнь, соответственно, все это начинает снова появляться. Но если вот смотреть, вот есть несколько пациенток, скажем так, уже достаточно большое количество, которые, они знают, что вот у них, да, это есть, потому что у них у мамы, у бабушки было, что у них есть предрасположенности, они все услышали, поняли, о чем мы говорим. И пациентки, вот они приходят, говорят, у меня просто на осмотр. У меня все в порядке, все в порядке. Все, дальше они ходят спокойно, занимаются своими делами. Если где-то что-то не в порядке, это, ну, буквально какие-то там минутные мероприятия для того, чтобы что-то где-то скоррегировать. И таким вот образом, в принципе, можно жить достаточно долго и не думать о том, что вот случится какой-то рецидив страшный там или еще что-то такое. На самом деле, серьезных проблем, вот таких глобальных после операции, вот если пациенты нормально все делают, их не наступает. Если я не ошибаюсь, то варикозная болезнь не является жизнеугрожающим состоянием. И в связи с этим многие из пациентов думают, что, ну, собственно, внешние признаки некрасивости можно спрятать как минимум под брюками, под одеждой. А, ну, какие-то неприятные ощущения можно скорректировать с помощью медицинских препаратов. И, собственно, и чего особо и лечиться. Что скажете? Ну, скажем так, конечно, можно все это прятаться под брюками, но первый момент, вот тоже, опять же, по нашей статистике, которую мы посмотрели, примерно через 10 лет у где-то процентов 70 пациентов начинают появляться изменения на коже. Вот, то есть кожа уплотняется, потом появляются коричневые пятна, и потом могут появиться язвы. Средний срок образования язвы, вот по нашим данным, да, он где-то составляет, ну, около, там, 10-12 лет, 15. Есть люди, которые ходят с варикозом там почти практически всю жизнь. Ну, это вот зависит уже, скажем так, от личных особенностей каждого пациента. Здесь мы уже предсказать ничего не можем. Вот, и, опять же, такой очень важный, интересный момент. Вот у вас есть варикоз, допустим. Все равно это некрасиво, это больно. Все равно вы какие-то мероприятия делаете. Вот зачем делать вот эти вот лишние какие-то действия? Когда можно прийти, избавиться от болезни и, пожалуйста, живите своей обычной жизнью. Тут еще момент такой, что очень многие пациенты, пациентки, они переживают из-за того, что на ноге будут видны рубцы. Вот, косметический дефект для женщин, это на ногах, это очень серьезная вещь. Могу сказать, что вот после наших манипуляций, которые вот мы делаем в больнице Средаевна, косметических дефектов практически не остается. Если вот не знать, куда смотреть, их вообще не видно. Сейчас пандемия, и достаточно сложно ко многим специалистам попасть, потому что, в общем, большинство сейчас перепрофилировано именно на лечение ковида. Я перед эфиром уже узнала, что вы варикоз лечить не перестали, и все в силе, да. Но лишний раз, конечно же, не хочется идти в поликлинику, не хочется идти в какое-то медицинское учреждение, опасаясь, что, ну, мало ли что, да, вот, что по этому поводу. Вы знаете, да, на самом деле это вот, когда консультируются по телефону, это очень частый вопрос. Тем более жители нашей области, они знают, что в больнице Средаевна, простите, я просто всю жизнь проработала. Это первый ковидный госпиталь, да. Да, это первый ковидный госпиталь, который, самый большой, который у нас... И это пугает. Да, это пугает. Но кабинет флебологии, в котором я работаю, он находится в отдельном корпусе, который стоит достаточно далеко от основного корпуса. Это первое. Второй момент. Сейчас все противоковидные мероприятия соблюдаются очень жестко. Это второй момент. Третий момент. При любых раскладах, при любых раскладах, все равно все люди ходят в магазины, там, я не знаю, ездят в транспорте. То есть все равно контакты есть. И опасаться того, что какие-то лишние, может быть, контакты появятся вот именно у нас в больнице, этого не стоит. В древности варикозное расширение лечили заговорами. Позднее уже начали использовать мази. А вот о каких методах лечения можно говорить сегодня? Можно ли справиться только медикаментозными препаратами? Но на этот вопрос вы ответьте после того, как мы послушаем звонок зрителя. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. У меня такой вопрос. Правда, что после операции остались большие шрамы? Да, спасибо. Вот, видимо, как раз то, о чем вы начали говорить. Бывают разные операции, и после них остаются разные косметические дефекты. Те операции, которые проводятся у нас, они оставляют, ну, минимальные какие-то косметические повреждения. То есть практически этого не заметно. Девушки молодые, как вы сказали, часто оперируются, и, конечно же, этот вопрос беспокоит. У нас пациенты были от 16 до 84 лет. То есть современные технологии позволяют не оставить шрамов, да? Да. Ну, так а вот как все-таки лечимся? Чем? Чем лечиться, это тоже давно, в принципе, известно. То есть, ну, конечно, это медикаментозное лечение. В обязательном порядке, в обязательном порядке должна быть компрессионная терапия. Варикоз без компрессии, ну, практически лечится, скажем так, не очень хорошо. Но это вот вы что имеете в виду компрессионная терапия? Это специальные чулки. То есть это лечимся сами, носим компрессионное белье или как? Нет, 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 нет. Вот для того, чтобы подобрать какое-то оптимальное лечение именно для вас, вы должны прийти к врачу, и он скажет, что вот на данной стадии развития варикоза вам будет достаточно там таблеток и чулок. На следующей стадии вам нужно, например, предложить какие-то другие манипуляции. На следующей стадии или, например, вы сразу приходите, врач видит, там проводит какие-то исследования, он видит, уже говорит, что вот сначала нужно сделать операцию, а потом уже мы будем использовать другие методы. И тогда будет хорошо. Мы на сайте подсмотрели вашу работу в операционной. Давайте сейчас зрителям покажем, вместе посмотрим. Здесь вот все хорошо видно. Да, слабо на операциях в таких условиях возможно. Глубокая виновная система позволяет, пусть и позволяет. Вот, мы нашли дополнительный перфорант, кстати сказать, в атипичном месте. Мы его отмечаем для того, чтобы нам потом его перевязать. Так больно делаю? Нет. Значит, сейчас очень важный момент операции. Нужно очень точно установить световод и катетер. Давай, с тобой уже. Здесь мы используем двойной контроль. То есть, мы смотрим на УЗИ, насколько далеко стоит от устья большой подкожной вены. И также мы визуально контролируем, чтобы было, ну, не высоко. То есть, мы визуально еще с помощью вот такой подсветки мы контролируем положение световода. Значит, сейчас мы проводим анестезию вдоль всего участка воздействия на вену. Все в порядке? Все хорошо. Ну, вот видишь, я переживала. Зря. Сейчас происходит непосредственно коагуляция большой подкожной вены после обезболивания. Все время у нас заняло 15 минут. Сейчас начинается основной этап. Ну, вот основной этап мы не увидели, тем не менее, что это было, что это за операция? Ну, я так думаю, что основной этап его не видит никто, потому что это все происходит подкожей. Вот. Но вводится световод, и потихонечку потом он удаляется, и вен как бы сжимается. Световод, он по вене идет? Да. Вот. И когда подается излучение, кончик световода нагревается, и вена вот сжимается. И дальше по всей длине она как бы закупоривается. А сколько времени после этого пациент должен находиться в постели, в больнице? Нисколько. То есть после окончания операции мы проверяем, все ли хорошо сделано, нет ли каких-то опасений. Все ли было правильно, там, все ли хорошо. Вот. Одеваем чулок, и пациент встает сам со стола, уходит, одевается. Мы даем выписку. В выписке написано пошаговые инструкции, рекомендации. То есть это не просто вот то, что вот мы сделали операцию, и там вот и все. Как чаще всего это случается. У нас это в виде пошаговой инструкции. То есть что делать сегодня, что делать завтра, какие таблетки пить сегодня, как их принимать, когда. Когда следующий осмотр, когда другие осмотры. То есть все это человек знает. И до тех пор, пока пациент нам не расскажет, что он понял и как он это понял, мы его не отпускаем. Только после того, как мы уже успокоились, что вот да, действительно контакт установлен. Пациент, несмотря на все свои переживания, значит, он понял, когда и что, как ему нужно делать. После этого он уходит домой. Иногда мы рекомендуем погулять где-то в течение час-полутора-двух. Иногда можно сразу ехать домой. Все зависит от обстоятельств. Как прошла операция, какие выполнены дополнительные какие-то вмешательства или еще что-то. А пациент сегодня образованный, мы же сами себе часто назначаем лечение. Все-таки какой вид лечения предпочтительнее, медикаментозный или оперативный? И Гиппократ-то, кстати, был против оперативного лечения варикоза? Ну, не знаю насчет Гиппократа, почему он так думал. Но сейчас, скорее всего, если вы заметили уже вены, реально какие-то большие вены на ноге, то, скорее всего, это будет какое-то комбинированное лечение. То есть это будет либо лазерное лечение со склеротерапией, либо это будут компрессионные какие-то методы лечения. Скорее всего, это будет уже комбинированное. Но правильную комбинацию вот этих методов, это может сказать только специалист. Очень сложно, мне кажется, сделать выбор. Потому что сегодня достаточно много специалистов и клиник занимаются лечением варикоза. Я попросила бы вас помочь нашим зрителям в данном случае в выборе. Вот когда решаешь, где тебе проходить лечение, на что стоит обратить внимание в первую очередь? Вы бы что посмотрели? Ну, во-первых, скорее всего, можно посмотреть на отзывы. Точно так же, как в интернете, в любой сети, в любом магазине нужно посмотреть на отзывы. Это первое. Второй момент. Всегда нужно сравнить цены. Потому что лазерные вот такие операции, они выполняются сейчас только по платным услугам. По-моему, невозможно сделать. Ну, вот пока ведутся какие-то рассуждения на эту тему, но пока нет. И, по-моему, во всей России этого нигде у нас пока нет. Ну, может быть, где-то есть. Не знаю. Вот. Поэтому всегда нужно сравнить цены. У нас, я могу сказать, цены самые низкие. И наше преимущество в том, что, скажем, тот объем, который мы делаем за ту стоимость, такого нет нигде. И мы практически полностью ногу делаем, в общем-то, за достаточно небольшие деньги. Я вас прерву, потому что есть еще один звонок зрителей. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. У меня вот есть вопрос. Скажите, правда ли, что варикоз можно вылечить с помощью герудотерапии, ну, то есть с помощью медицинских пиянок? Кстати, я тоже об этом читала, что это просто потрясающие средства. Нет. И не надо оперироваться. Нет, нет. Приходили множество пациентов, которые использовали другие методы лечения, герудотерапии, еще что-то такое. Скорее всего, эффект, если он вообще будет, то он будет временным. Вот. И, кстати, вот мы тоже проводили опросы. Среднее время обращения человека от того, как он заметил первую вену у себя на ноге, до обращения к специалисту составляет где-то от 3 до 5-7 лет. Да вы что, серьезно? Ну, это очень много, конечно. Вот. Поэтому здесь могут уже быть и осложнения, и все остальное. То есть он либо что-то пробовал, либо, наоборот, ничего не делал? Пациенты. 80% пациентов обязательно что-то пробуют. Либо гимнастики, либо герудотерапию, либо какие-то другие методы. Сейчас вот идет реклама медикаментозных препаратов по телевизору. Пациенты пробуют все. Но вот приходят, все равно приходят, но только через какое-то время. А такой вопрос, что вас, может быть, изумляет, удивляет, веселит в вопросах, которые к вам стекаются на консультациях различного рода. Что у нас, у пациентов не так? Да ну, так, в общем-то... Вот о чем вас спрашивают прежде всего? Кроме того, о чем мы уже проговорили. Довольно часто, довольно часто задают... То есть вот люди, которые запускают процесс уже, да? Как правило, это люди более, скажем, старшего возраста. Они когда звонят, спрашивают, вот у меня уже все так запущено, а вы мне поможете или нет? В принципе, по большому счету, варикозная болезнь лечится практически почти на любой стадии. Все зависит там от обстоятельств. И я еще раз говорю, что у нас были пациенты и 70, и 80 лет. И практически почти любому пациенту можно помочь. Ну, почти любому, скажем так. Потому что гарантии медицины, к сожалению, не существует в принципе. Но все-таки, все-таки, вот варикозная болезнь, с одной стороны, это, я бы так сказал, благодарная болезнь, что с ней достаточно легко можно расстаться. Вот, поэтому не нужно бояться, не нужно стесняться. Вы придете, мы вам поможем. По поводу операции спрашивают только, будет ли больно или что-то еще? Прежде всего, да. Прежде всего, да. Будет больно, как проходит обезболивание и все остальное. Значит, мы проводили опрос среди наших пациентов, по-моему, года два назад. Вот. И, ну, решили узнать, вот на самом деле, вот больно было или не больно. Значит, и попросили их там по пятибальной шкале, так сказать, вот разложить вот эту силу боли. Вот, оказалось, что где-то процентов 70 они, ну, как бы значительных болевых ощущений не испытывали. Еще процентов где-то там 20 они испытывали болевые ощущения, но вполне терпимые. Вот. И там где-то меньше там 10 процентов вот они испытывали, на самом деле, болевые ощущения. Это зависит очень от многих причин, вот. Но у нас сейчас проводится обезболивание под контролем ультразвуковым, вот. Поэтому, как большая часть пациентов говорит, больно само обезболивание, вот. А потом вот все манипуляции, они абсолютно безболезненные. Мы беседуем, слушаем музыку во время операции, то есть... Замечательно то у вас. Андрей Геннадьевич, и я очень хочу, чтобы мы успели проговорить о том, как не стать вашим пациентом. Можно ли какие-то предпринять профилактические меры заранее, чтобы не случилась варикозная болезнь? Заранее предпринять каких-то мер невозможно, вот. Потому что предрасположенность, она передается с генами от родителей. Но правильно предупредить развитие болезни, это можно. А как это сделать правильно, пожалуйста, приходите, обращайтесь, мы вам все расскажем. У нас никаких тайн нет. Ну хорошо, а все-таки лишний вес, тесное белье, высокий каблук, это проблема или это все просто слова? Ну, скажем так, лишний вес, каблуки и так далее, это, конечно, влияет на развитие варикоза. Но вот, например, лишний вес, он влияет не только на варикоз, на суставы, на все остальное. Поэтому лишний вес, от лишнего веса нужно избавляться не потому, что вены есть, а просто это для здоровья полезно. Это первый момент. Второй момент, ну, допустим, кто-то пользуется каблуками высокими. Влияет это на развитие варикоза? Конечно, да. Вот, но откажете вы себе вхождение на высоких каблуках, особенно если вам нужно вот красиво пройтись по набережной? Конечно, нет. Но сейчас, к счастью, мода позволяет и даже приветствует. Ну, да, сейчас просто... Джинсы зато тесные. Нет, это нет. Вот, поэтому все решаемо. Ведь на каблуках ходите вы не всю жизнь, например, да, а в какой-то только определенный промежуток времени. Все остальное, пожалуйста, соблюдайте. То есть особых рекомендаций вы нам никаких не даете? Только после осмотра. Понятно. Я благодарю вас за интересную эту беседу. Мне действительно было очень интересно и успехов в работе. Мы сегодня говорили о варикозной болезни. У нас в студии был Андрей Шалашов, флеболог больницы Середавина. А мы увидимся с вами ровно через неделю. И готовьтесь, готовьте ваши телефоны и звоните доктору. Ну и будьте здоровы, конечно же. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова